Создаем каталог своими руками, часть 18. В этой части поговорим о реализации требований правил для роли администратора, ну и собственно говоря, для роли пользователя. Итак, чтобы не затягивать, давайте переключимся в Visual Studio. Прежде чем заняться непосредственно ролями администратора и пользователя, я бы хотел немножечко исправить свои ошибки, так сказать. Смотрите, у нас есть продукт, у нас ничего не сказано про то, что его смотреть не может пользователь, который не имеет прав. Собственно говоря, вот если сейчас нажму обновить, вот я не авторизован, соответственно, я же могу посмотреть список продуктов, вернее должен мочь, но тем не менее, мне выдается сообщение о том, что я не могу посмотреть. Надо эту ошибочку исправить, недочет. В общем, если бы были юнит-тесты, мы бы, наверное, даже сразу бы это все и нашли. В общем, дело это очень просто. И я могу объяснить, почему. Смотрите, в Writable Controller, если вот посмотреть в его сущность, он наследован от Read-Only Controller, здесь вот никаких атрибутов нету. Но как только я смотрел в Unitu Torque Controller, я вижу атрибут авторайз. Теоретически можно его так и оставить, можно вернуться к обратной версии и использовать не сборку, которая пришла к вам уже после того, как я вынес ее в отдельный наггет-пакет. Ну, я считаю, что можно взять по-простому, если у нас есть продукт. В общем, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому я и спрятал все, что можно было за атрибут авторайз. И для того, чтобы разрешить пользователю, допустим, смотреть GetPaged, в общем-то, мне единственное, что нужно сделать, авторайз и поставить вот такой вот атрибут, который называется AlloAnonymous. Anonymous, как он там по-русски-то будет, не знаю, Allo... Во! И, в общем-то, это как бы на самом деле решит все проблемы. Я могу снова запустить. Запустил, да, запустил. Сейчас он все-таки запустится, наверное. Да, запускается. Ну, я эту закладку закрою. И, в общем-то, опять же, вот, без авторизации, нажимая ту же самую кнопку, ну, и, как вы видите, все заработало. То есть, для того, чтобы дать доступ, на самом деле, достаточно его просто дать. По умолчанию получается, что все, что унаследовано от Unity Work Control, то по умолчанию запрещено всем. Собственно говоря, вот по такому же принципу мне теперь нужно сделать весь остальной доступ. То есть... А, хотя нет, смотрите, что получается. На самом деле, я... Да, то есть, с доступом все как бы нормально, понятно. Но вот здесь вот я вижу, что у меня, допустим... Так, давайте посмотрим, что у меня работают... Продолжают работать... Теги отображаться. Да, все, теги работают. Ну, вот какая незадача, да. Я же не вижу, какое количество у меня комментариев есть. Поэтому, как бы, вот... Давайте добавим во ViewModel просмотр... Я уже не буду требования дописывать. Давайте я просто сделаю это, чтобы не тянуть время. И все. Так, что это значит? Это значит, что у нас есть ViewProductViewModel. И у него нет информации ничего про Review. Собственно говоря, это делается очень просто. Я добавляю новые свойства, которые... Давайте я сделаю Int. И... Int. И чтобы определиться... Какое название сущности сделать... Я все-таки хочу, чтобы она автоматически сработала. Вот. Reviews. И если я в ViewModule создам сущность... Ой, извиняюсь. Свойство, которое называется... ReviewsCount. То... Ой, что-то лишнее написал. Сейчас исправим. ReviewsCount. То оно как раз покажет, какое количество отзывов для этого продукта зарегистрировано в системе. Ну, понятное дело, что их нужно не только зарегистрировать, но и, собственно говоря, заинклудить. То есть, чтобы они были, да. То есть, я должен сделать include, чтобы она их могла посчитать. Ой, они называются мне Reviews. Вот. Собственно говоря, теперь давайте проверим, что это работает. Ну, или проверим, почему это не работает. Сейчас у меня запустится проект. Так. Ну, можно закрыть. У меня теперь не требуется роль для того, чтобы... Так. Не то. Посмотреть количество... Посмотреть количество... Ой, какие продукты у меня есть. Так. Ну, и, собственно говоря, вот все и сработало, да. То есть, здесь Reviews нет ни одного. Где-то тут... Вот. В этом есть один Reviews. Для грабли есть Reviews. Все понятно. Так. Ну, теперь, собственно говоря, получается, что для того, чтобы мне сделать какой-то дополнительный просмотр, да. Какую-то детализированную информацию по продукту. Ну, допустим, у меня есть список продуктов. Где-то внизу там написано сколько-то там отзывов. И когда я на него, на конкретный товар кликаю вот с этим вот идентификатором, я должен перейти на детальную информацию и посмотреть, собственно говоря, список уже всех. Reviews. То есть, для того, чтобы это сделать, мне нужно сделать в Reviews контроллере сделать получение Reviews по идентификатору. Ну, или... Ну, смотрите, тут два варианта. Опять же, все из-за того, насколько... Какую архитектуру вы строите. Первый вариант. Я получаю Viewmodel для продуктов, которые включены уже, Reviews. И второй вариант. Получаю Viewmodel для продуктов. А у меня закладка, допустим, там посмотреть Review, например, как во всех известных магазинах там по продаже техники. То есть, есть какое-то описание. А отдельными закладками уже обозначаются там отзывы, там или комментарии к продукту. В общем, если у вас они сразу показаны к продукту, то можно запихнуть их во Viewmodel продукта. И, собственно говоря, получать их при получении GetProductByID. Если вы получаете отдельно, то в Review сделать нужно метод, который бы ID возвращает, собственно говоря, сами отзывы по товару. Ну, может быть, будет какой-нибудь обобщенный сервис, который будет получать не только отзывы, но и комментарии, там, еще какие-то характеристики конкретные для этого товара. То есть, все зависит конкретно от ваших предпочтений, от ваших, так называемых, функциональных требований или технических заданий, там, не знаю. Но я сделал по-простому. То есть, я сделаю в ReviewController один метод, который скажу, чтобы... Потому что, вот смотрите, у меня же GetPage не может выдаваться для пользователя, потому что он закрыт только администратору, можно. Вот. Поэтому я сделаю. Я сделаю такой метод, который называется PublicAction, пусть будет Result. Здесь, соответственно, OperationResult. И здесь у меня выйдет ReviewViewModels. Вот. GetReviewFor... Пусть называется ProductID. Ну, то есть, выдать по идентификатору пользователя непосредственно все его... Ну, в данном случае, Review, то есть обзоры. Как вы понимаете, здесь должен быть GWIT. Давайте я напишу метод молча. Мы его немножко ускорим, чтобы не тратить время, ну, чтобы всем было удобно. Поехали. Поехали. Вот. Наверное, примерно это должно выглядеть так. То есть, что по порядку есть. То есть, я создаю OperationResult, который возвращать буду нужного типа. Я поправил, что должен начаться лист, то есть не один ReviewModels, а пачка. Я их получаю по идентификатору ProductID Reviews. Если их нету, то я возвращаю информацию о том, что не найдено ни одного обзора для этого продукта. Ну, и, собственно говоря, если они найдены, я их маплю с айтемов на, соответственно, ReviewVueModels. И закидываю в Result и отдаю наружу. В общем, примерно так это должно работать. Ну, давайте проверим, на самом деле. Я еще что-то не запускал, вроде бы. Да, вот запускается проект. Давайте заново. О, не работает. Ну, в общем-то, это старая, понятная, ошибка. Дело в том, что у меня нет описания. Ну, шучу, шучу, конечно же. У меня должен быть здесь Road. А, ну, вернее, должен быть HTTP Get. И я должен сюда писать, что это за метод. Ну, Get, давайте, напишу Reviews. Buy. Ну, вот таким вот длинным образом. Product. Кто-то может называть по-разному. Кто-то не нравится тире. Кому-то нравятся короткие названия. Кому-то нравятся какие-то абстрактные. Ну, в общем, я пишу так, как я пишу. А вы, ну, можете делать так, как вам называется. Как вам понравится. Returns Reviews. Reviews for Product. Вот так вот, напишу. Product. Давайте проверим, что теперь все работает. Снова запускается. Запустился. Теперь все отлично. И, в общем-то, так, мне нужно посмотреть сначала все продукты, которые у меня есть. Взять первый, в котором есть. Вот, количество Reviews. Давайте я скопирую и выполню GetProductById. А, нет. Мне нужно из Reviews взять где? Вот. ByProductId. Пусть будет так. Так. Ага. Он у меня тоже не авторась. Ну, соответственно, давайте сделаем его ау, анонимус. Или, как там будет по-английски, анонимус, да? Ctrl F5. Запускается еще раз. Мне уже этот метод не нужен. Я хочу нажать вот так. И что? Да, и ничего. А, для этого нету ничего. Как же так? Я его копировал. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим еще раз. Так, Product... Нет, это Reviews. А, стоп! Мне нужно... Давайте разбираться. Так, GetPage. Try. Показать. Вот он. А, я категорию ID скопировал. Ну да, глуповато получилось. Давайте я снова скопирую. Открою Reviews. GetProductById. Да, я скопировал не то. Ну, как ты говорил. И про старуху бывает парнуха. Вот, собственно говоря, мы проверили за два метода, да? То есть, не найден такой Reviews. И, собственно говоря, для этого продукта она показала, что нет таких ответов. И сейчас показалось, что есть. Ну, в общем-то, все завершилось успехом. Вы теперь понимаете, как это работает. И, на самом деле, все это очень просто. Так, я тогда все это повыключаю. И мы, наверное, вернемся уже непосредственно к нашим задачам. Так, времени прошло нормально. Немножечко успеваем. Итак, должен удалить любой отзыв. Ну, давайте проверим, что у нас это работает. Откроем сейчас отзывы. Как раз мы уже здесь находимся. Так, только администратор может удалить отзыв. Или может удалить отзыв, насколько я помню, пользователь. Так, что касается отзыва. Давайте включим логику. Смотрите. Отзывы может оставить администратор и может оставить пользователь. Я предпочитаю делать так, чтобы пользователь не мог удалить свой отзыв. Ну, хотя у вас, может быть, другие случаи быть, или, как вы их обычно называете, кейсы. Поэтому решать, конечно, вам. Но я сейчас проверю, что у меня вообще может кто-то удалить отзыв. Так, соответственно, сейчас у меня может отзыв удалить зарегистрированный пользователь. А вот получить список может может только администратор. Ну, давайте я сделаю так, что у меня администратор может, только администратор может удалять отзыв. Вот, delete async, соответственно. Здесь я говорил, что... Ну, в общем, не буду ничего говорить. Я скопирую эту строчку. Ну, ладно. Вот эту строчку я скопирую. Вот. Теперь у меня отзыв может удалить только администратор. Администратор должен возможность удалять товары. Так, ну, для начала... Давайте этот пометим, что у нас уже готов. Удалять товары. Собственно говоря, нам нужно тогда перейти в список товаров, в контракт товаров. И так как у нас сейчас может удалять и пользователи товара, я бы хотел запретить эту возможность и сделать то же самое. Там, delete async. Ну, а в буфере обмена у меня уже нужная штука вставлена. То есть, удаляя товары может только тоже теперь администратор. Я вот этот пункт тоже отмечу, что он у меня готов. Дальше. Администратор должен иметь возможность удалять пользователей. Так, ху, интересное требование. Ну, наверное, очень плохих пользователей. Давайте посмотрим список аккаунтов. Ну, на самом деле, я не особо вижу смысл удалять их, конечно, потому что в связи с этим придется продумать логику по поводу того, что все ревью от пользователей они как бы обезличатся. То есть, ну, в общем, извиняюсь. Получается, что наверное, ну, не знаю, имеет ли смысл удалять пользователей. Я, наверное, удалять пользователей не буду, потому что, ну, потому что если будут удаляться пользователи, тогда нужно удалять и комментарии, которые они сделают, удалять обзоры, которые они сделают, рейтинги менять. Я оставлю пользователей. Ну, в общем, на самом деле, очень много вариантов реализации. Можно при удалении пользователей обезличивать, допустим, комментарии, которые он вставлял, там, подставлять анонимность, в общем, делать большой пересчет. Как вы понимаете, Я этого делать не буду, потому что у меня не эта цель сделать интернет-магазин Ну и, собственно говоря, удалять метки Это вообще странный вопрос, на самом деле Так как мы реализовали логику, которая позволяет удалять их автоматически Если они не используются ни в одной метке То я буду считать, что этот пункт у нас тоже завершен Дальше Пользователь может удалять свой и только свой отзыв Так, а вот это вот уже интересно Давайте здесь поподробнее Так, получается, что не далее, чем несколько минут назад Мы сделали специальную штуку, которая позволяет удалять отзыв только администратору Помните, мы поставили атрибут Так, сейчас мы найдем, кто у нас, review Нет, не review Так, один момент Так, это я... А, стоп, это менеджер Review, вот смотрите Далее, как несколько минут назад я поставил, что удаление может делать только систематизм Администратор Ну, то есть, человек с пользовательской ролью администратора А теперь этот принцип уже не работает Это, я думаю, понятно почему Другими словами, надо все это как-то поправить и сделать соответствие Но, что для этого нужно? Ну, во-первых, мы знаем, что авторизованный пользователь может только зайти сюда И здесь у нас есть такая точка расширения в моем помборке, которая позволяет этим управлять Ну, во-первых, нам теперь этот метод вообще не нужно оверайдить, потому что он будет работать по умолчанию Нам нужно оверайдить другой, который называется ValidateAccessUserWrite Смотрите, здесь на самом деле все очень просто Прежде чем происходит удаление, выполняется вот этот метод Он закидывает сюда вот entity и должен вернуть PermissionValidationResult Либо она вторая с PermissionValidationResult Что нам для этого потребуется? Нам для этого потребуется Аккаунт менеджер Ой, аккаунт сервис, извиняюсь Я вас сейчас прокину в контроллер Да, хочу Нет, что-то там она не прокинулась Вот Вот, теперь у меня здесь есть аккаунт контроллер Так, и еще немаловажный факт Смотрите Аккаунт контроллер у нас есть Давайте проверим в базе у нас Так Это review Да, вот review Ага, create А, вот То есть у меня сейчас получается так, что Создан анонимным пользователем review Поэтому я не смогу определить, какой пользователь Чей это пользователь Соответственно, нужно первоначально реализовать Чтобы все review, которые сохранялись в базе Они сохранялись от имени какого-то пользователя Для этого есть другой метод Сейчас, секунду, я вспомню, как он называется Кажись Оверрайт для начала User О, getUserWater Вот, вот этот метод должен вернуть соответственно название пользователя То есть имя пользователя, имя профиля Ну, на самом деле Имя пользователя потом потребуется каждый раз искать И так как это является техническая информация То есть вот этот created by Она по большому счету Ну, давайте я сделаю, чтобы у меня здесь будет храниться Гуит А вы можете сделать, чтобы у вас там хранилось, что вам понравится То есть для этого можно сделать через аккаунт Ну, то есть смотрите, опять же Если я буду хранить имя, то мне тогда нужно будет GetUserName GetCurrentUser Identity Ну, давайте расширение Заюзаем, если так можно сказать GetSubjectId Вот, собственно говоря Вот этот вот UserId, который появится Это будет гуит Потому что система авторизации Она, вот, вот, вот GetSubjectId Она содержит Интересное есть описание GetSubjectIdentifier Ну, в общем, поверьте мне, что здесь будет Мы сейчас BreakPoint нажмем И посмотрим на самом деле Вот И, соответственно Я могу вот этот вот UserId туда вернуть Для сохранения Теоретически Если мы сейчас запустим Ой, что-то я, ну, совсем прям Расслабился Вот Я сделаю более простой вариант Можно было, конечно, получить через сервис Там, запихнуть И дело в том, что Если я сюда запихну через сервис То есть через имя пользователя То и здесь мне придется проверять Имя пользователя Давайте я тогда сразу здесь напишу Нужный нам код Здесь я самим первым делом напишу VarUserId равен То есть текущий юзер, который выполняет UserId Тоже должен быть какой-то GetSubjectCode Вот, это у меня номер Так, это идентификатор пользователя Теперь мне нужно определить Есть ли пользователь Администратор Ну, я так сокрачу И для этого мне нужно проверить UserIdentrollAppData Соответственно вот То есть у меня будет пользователь-идентификатор И является ли этот пользователь администратором Первое Администратор Если пользователь администратор Да, если пользователь администратор Или UserId Совпадает Сентити Created by Стринг А, ну мне тут нужно будет распарсить А, стоп Она возвращает Стринг Стринг Ну, теоретически можно, конечно, это все распарсить Гуит Но я не буду этого делать В общем Если у меня пользователь администратор Или он создал эту запись Эту сущность в базе Тогда я говорю Return New Permission Validation Result Если он возвращается Если возвращается Сейчас посмотрим, с чем он состоит Да, все окей Потому что ошибок нет Все Соответственно Возвращается True А в противном случае Если пользователь у меня Тогда Unauthorize Permission Validation Result Ой Ну, конечно же New Вот Получается, что В первом варианте Если пользователь администратор Или Он создал эту запись И второй вариант Что Если он ничего В общем В смысле Он если никакого отношения Не имеет ни к администратору Ни Собственно говоря К созданию записи Давайте проверим первый вариант Что при сохранении нового ревью У меня Прописывается Непосредственно Запись в базу Уже с идентификатором пользователя Что потом В дальнейшем Мы могли ее обработать Так Я запустил Да Вот он запустился Сейчас откроется сайт Что-то очень долго сегодня Наверное Нелетная погода Так Я закрою все остальные окна Ну Во-первых Давайте Какой-нибудь список продуктов Получим Чтобы на них ревью писать Я предлагаю Второй Так Что-то Ага Вот он Ой Один момент Так Вот он Этот у нас Ревью Ноль Ну В общем Не важно Так Скопировал Теперь открываю Написать Ревью Давайте проверим Что оно у нас Работает Вот Product ID Рейтинг Ну Давайте 5 поставим Контент Ну Давайте Напишем Что-нибудь Типа Очень Нет Очень Полезный Ну Продукт Не знаю Пусть будет Так Юзернейм Но я могу здесь Подписаться Как Вася Пупкин Хотя Можно Брать Из пользователя Пусть будет Вася Не будем Пупкина трогать В этот раз Я запускаю Execute У меня Она вторая Света Нормальная Я теперь Авторизуюсь Не получилось Поставить галочку Ставлю галку Закрываю И нажимаю Execute Так Что 5 характер Ну да Сам же наставил Юзернейм Вася Давайте Напишем Вот так Вот Супер Вася Опять же Чтобы Ну пусть Такая странная Фамилия Супер В общем-то Сюда Упал Брейкпоинт Я запускаю Дальше Вот Теперь Пошла Валидация То есть Видимо На Создание Она тоже Работает Пользователь Так У меня сейчас Пользователь Администратор Ну тогда Понятно Почему Так И теперь Нам нужно В базе Проверить Что у нас Появился Новая запись Так Я не понял В базе Новая запись Появилась А Фильтр Критерия Извиняюсь У меня тут Критерии Какие-то Включены Давайте Я его так Закрою И заново Рею Открою Ф4 Так У меня Вот Появился Ну в общем Не важно На самом деле Вот Критерия Бай Он соответствует Имени Пользователя Который Я сейчас Вот Открою И проверю Что действительно Так Юзер Нейм Так Вот С Б И соответственно Да Здесь он у меня Сохранился Так Поехали дальше Так Давайте Ну давайте Еще Какое-нибудь Создадим Вот я тут Навтыкал Вопросов Рейтинг Пусть будет 4 Давайте Нажмем Сохранить Вот Пришел Вот Пришел Смотрим Появился Ли Да Появился Отличненько Значит Мы теперь Имеем Юзер Нейм Супер Вася Мы имеем Два Идентификатора Ну и Давайте Для пущей Интересности Давайте Попробуем Сначала Удалить Первый Комментарий Для этого Нужно Перейти Ревью А Стоп Мне Нужно Сначала Получить Этот Список Ревью А Хотя Смотрите Я когда Создал Вот У меня Идентификатор Появился Последнего Вот И поэтому Достаточно Просто Теперь Его Удалить Я Нажимаю Ревью Так Но у меня Будет Сложный Отправить Потому что Я сейчас Работаю От имени Пользователя Администратор Соответственно Придется мне Добавить Еще одну Учетную Запись Да Я Администратор И соответственно У меня Все это Отпустило И удалился Ну Во всяком Случай Ну во всяком Что администратор Может Удалять Учетные Записи Сейчас Я на секунду Прерву Запись Добавлю Пользователя Хотя Давайте Проверим Вот так Аккаунт А вот У меня Здесь Пользователь Ничего Не буду Устанавливать FirstName Demo Ну пусть Называется Demo LastName Пупкин Все-таки Извините Пожалуйста Господа Пупкины Стринг Это Ну пусть Будет Какой-нибудь Там Микросервис Йоп Ну в хорошем Смысли Йоп Мейл Точка Ком А по-моему У меня тут Уже Микросервис Юзер Вот Я вот так Вот его назову С подчеркиванием Да Пасворт Ну пусть Будет Стандартный Раз-два-три Раз-два-три И подтвердить Его Конечно же Я на Продакшене Его поменяю Сохранить Вот У меня Появился Пользователь Теперь я могу Что сделать Я теперь могу Выйти Как администратор Ага Здесь у меня Теперь Есть Юзер А Через Подчеркивание Я сделал И Пароль Раз-два-три Раз-два-три Сохранить Вот Я зашел К другим Пользователям Отлично Теперь Тогда Если я попробую Найти Какой-нибудь Так Давайте проверим Вот Идентификатор Скопируем Который Я хочу Удалить Сейчас Аккаунты Все Свернем И Вернемся Вот В этот Вот То есть Сейчас На данный Момент Вот Этот Вот Ревью Мне То есть Как пользователю Не принадлежит Соответственно Я Не являюсь Вот UserID 3712 Я Администратор Нет И Соответственно Я его Не создал Ну и В общем-то Как вы видите Я получаю Анавтарайс Ответ То есть Уделение Не произошло Вот Анавтарайс Получился Аксэс Денед Error В общем Ну Все Как Нужно Ну За Этим Теперь Можно Как бы Сказать Что Теперь У нас Это Уже Работает Да Я считаю Что Работает Значит Осталось После Пользователь Может Изменить Рейтинг Своего Отзыва И Текст Содержания Так Это Мы Переходим В концепцию Редактирования Но Для Того Чтобы Редактировать Какое Ревью Надо Естественно Предварительно Создать Так Я сейчас От имени Пользователя Как раз Пользователя Да Теперь Я хочу Создать Ну Не Не надо Ничего Сохранять Так Я хочу Увидеть Список Продукт Давайте Возьму Из базы Так Быть Быстрее На данный Момент Вот Я беру Какого-нибудь Грабли Отличный Вариант Ctrl C Будем Рекламировать Грабли Так Ревью Зелененький Create Хочу Мы Пишем От имени Этого Пользователя Теперь Ревью Давайте Напишем Ну Пусть Уже Вася Будет Васей Отличный Продукт Достаточно Нажимаем Сохранить Да Я так Понимаю Он Создался Открываем Ревью Смотрим Да От имени Васи Создали Вот Васин Идентификатор Собственно Гре Теперь Давайте Его Редактировать Для того Чтобы Отредактировать Мне Нужен Идентификатор Ревью Я могу Поступить Если У меня Очень Простая Сущность Но Если Она Была Сложная Я Ой Я вижу Что У меня Не Работает Вью Модел Так Давайте Посмотрим Что Не Так Стоп Мне Для Этого Нужно Посмотреть Так Сначала Остановиться Мне Нужно Посмотреть Вью Модел Для Ревью Для Ревью Апдейт Очень Странно Ну Так Контент Есть Непонятно Почему Не Приходят Данные Для Него Скажем Скорее Всего Просто Не Замаплен Сейчас Я Маппер Ревью Проверяем Ну Да Единственное Что У меня Маппится Так Ничего Не Маппится Так Сейчас Будем Проверять Так Для Начала Все Закроем Чтоб Не Мешалось Так А Стоп Секундочку Один Момент Это У меня Гетбай Ади Это Не Редактирование Так Посмотрим Значит У нас Есть Где-то Менеджер Менеджер Ревью У него Есть Фактори Фактори Ревью Видимо Возвращается Незаполненный ViewModel Где-то ForUpdate Давайте проверим Это интересно Почему-то Не нашел Его Так Еще Раз Метод Выполнить Вот Метод Пришел Проверяем Item Есть А Продукт Есть Контент Есть Понятно Review Update ViewModel Видимо 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 Что-то Не работает Так Контент Update Так Сейчас Будем проверять Пока это Свернем Давайте Все-таки Проверим Так Наверное Это все-таки Маппинг Потому что ViewModel Возвращается Давайте Еще раз Проверим Review Так А Наоборот С Review Ну конечно Тут стоит Ignore All Так Давайте Ее тогда Уберем Review All Да Бывает Так Вот Соответственно Сейчас Мы Должны Видеть Запустился Не Запустился Запускается Да Запускается Я сейчас Закрою Я просто Нажму Вызвать Его Да Вот Он Пришел А Ну вот Все и Появилось Но В общем-то Вернемся К тому Вопросу Что Если бы Был Большой Сложный ViewModel Я бы Скопировал Вставил Сюда И теперь Был Мог бы Его Редактировать Где У меня Update Вот Update Мне Для Этого Нужно Сделать Вот Так Вот Этот Вот Идентификатор Я Вот Так Еще Перетащу Чтобы Не Копировать В общем Кстати Вот Есть Вопрос По поводу Того Почему Идентификатор И еще Дополнительная Модель Отвечаю На самом деле Идентификатор Он По этому Идентификатору Ищется В базе Непосредственно Сама Сущность На вопрос Раз Она Уже Есть В модели Зачем Ее Сказать Там Просто Спецификация Пут Поэтому Она Делается По такому Образу И Данная Спецификация Она Позволяет Изменить Даже Идентификатор Ну В общем Я не люблю Этого Делать Но Тем не менее У вас Такая Возможность Есть То есть Вы Ищете По Этому Идентификатору В Umodel Закидываете Другой Вишник И Теоретически Она Должна Поменять В Umodel Я Этого Не Люблю Делать Поэтому Спецификация Воспользовался А Менять Уmodel Не Будет Так Ну И Собственно Говоря Теперь Давайте Поменяем У этого Review У этого Обзора На этот Продукт А Он Еще Не Visible Ну Давайте Ну Вообще Visible Должны Включать Пользователи Давайте Посмотрим Как У нас Сейчас Реализовано Что-то Я На самом Деле Не Очень Помню Review Как У Нас Да Она Visible То Есть Теоретически Пользователь Может С него Изменить Но Review Он Менять При Этом Не Должен Таким Образом Получается Что Нужно Вводить Дополнительную Логику Которая Соответственно Не Будет Давать Редактировать Не Опрувленные Ну То Есть Не Опубликованные Или Не Давать Возможность Их Менять Ой В общем Логика Меняется С тем Условем Что Visible У нас Это Концепция Где-то Я уже На самом Не Помню Как Должна Работать Но Теоретически Существует Вероятность Что Пользователю Можно Давать Его Не За Опрувленный Комментарий А Менять Visible Нельзя В общем Для этого Нужно Менять ViewModel Или Давать Ему Редактировать Только Опубликованные И потом Их Переводить В статус Не Опубликован Ждать Пока Опубликуется В общем Все Зависит Конкретно От Вашей Логики Но Моя Задача Не В том Чтобы Придумать Как Логика Ваша Будет Работать А В том Чтобы Вот Это Вот Сейчас Все Заработало Редактирование Смотрите У меня Произошли Обновления Я Смотрю В базе Данных У меня Рейтинг Должен быть До Четыре Вот Ну Вот Это Не Был Супер Вася Бог С Пока Это Сам В общем Сейчас Я Могу Редактировать Дин Момент Рейтинг А Я Могу Редактировать Все Мне Нужно Редактировать Только Отзыв И Текст Содержания Ну В общем То Это Наверное Решит Проблему Давайте Я Сейчас Переключу Студию Остановлю И Просто ViewModel Который Вот Нужен Для Того Чтобы Изменить Так Это Мне Не Нужно Вот 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 Это Create И Update App 12 Вот Для Того Чтобы Мне Редактировать Мне Нужно Соответственно Все Остальное Удалить Это Делается Очень Просто Я Соответственно Как вы Понимаете Вот Это Все Лишнее Удаляю Как раз К вопросу О том Какая Должна Быть Реализация Я Удаляю Вот Эту Необходимую Зависимость И Тогда У меня Получается Как раз То Что Описано В Требовании Ну Опять же Вы И Вправе Решать Сами Какая Логика Будет У Вашего Приложения У Вашего Магазина Или Вашего Бизнеса Я Не Знаю Чего Вот Я Сделал Сейчас Как раз То Что Нужно Сделать В Моей Конкретной Реализации Единственное Что У меня Теперь Беспокоит Так Это То Что Нужно Маппинг Поправить Вот Делается Это Очень Просто Я Опять Жен Напишу Не Орм А Для Всех Формембер Вот Икс Контент Можно Написать Таким Образом Запятая Мап Фром Ну Я Вот Так Пишу Property Property Content Я Теперь Задублирую Запись Удалю Лишню Опс Вот И Для Соответственно Рейтинг Можно Взять Из Рейтинг Я Делаю Это Для Того Чтобы Написать For All Other Members То есть Для Всех Остальных Я Сделаю Вот Такую Штуку Которая Называется Ignore Ну В общем Понятно Что я Сделал Я Замапил Только Контент И Рейтинг Потому Что Они Во View Modules А Для Всех Остальных Ignore Хотя Теоретически Этого Можно Было Не Делать Потому Что Просто Нет Других Свойств В Опять Все Работает Я Запущу Быстренько Так А Вот У меня Не Сработало Сейчас Проверим Почему На самом Деле Все Очень Просто И Понятно Но Вернее Непонятно А Ну Да Когда Я В Одну Сторону Оставил Он Поменял Маппинг А В Обратную Не Поменял Это Как Говорится И Про Старуху Бывает Порнуха Поэтому Я Сейчас Сделаю Вот Вот Так Для Вот Этих Свои Сделать Вот Этого А Все Остальное А Аудит Мне Менять А Он Тоже Игнорируется Ну Тогда Теоретически Мне Можно Сделать Вот Такую Штуку Что Она В Обратную Сторону Делает То же Самое Давайте Проверим Что И Заработало Маппинг Это Такая Важная Штука На самом деле Хотя Существуют И Ходят Споры Что Это Лишняя Деталь Что Она Не Нужна Но Я По Собственному Опыту Знаю Что Она Дает На самом деле Очень Интересные Возможности И В общем Дополнительная Точка Для Модификации И Масштабирования Приложения Она Никогда Не Помешает Тем Более Она Убивает Всякие Рутины Просто Процесс Разработки Сводить Чуть ли Не К нулю Только Одни Рефакторинги Вы Делать В общем Не важно Не слушайте Меня Вот Так Давайте Я Ну В общем Это Понятно Да Давайте Так Наша Цель Какая Может Изменить Ну В общем Да Получается Что Как бы Теперь Так Так И Есть Ничего Другого Пользователь Изменить Не Сможет Просто Потому Что Давайте Опять же Вот Get For Redditing Vion Вот Он Тот Самый Breakpoint У меня Упал Его В принципе Можно Убрать Да Ну В общем Вот Я Получаю А Подождите Идентификатор Я Нет Это Неправильно У меня Должен быть Здесь Еще Идентификатор Я Не Замапил Правильно Это Чревато Последствиями Вот Соответственно Мне Здесь Тогда Нужно Еще То есть Я То Все Остальные Проигнорировал А Этого Мне Делать Нельзя Так Ctrl D Ctrl D Так И Review На Review А Здесь Вот Можно Так И Здесь То же Самое Обязательно Добавим Вот Такую Штуку А Вот Теперь Наверняка Все Будет Сработать Именно По Тому Сценарию Который Я Регисовал В общем Моя Цель Была Не Написать У Интернет Магазина Показать Как Пользоваться Фреймворком Как Можно Делать Так Называем Ну Не Пусть Ну Пусть Слово Наработки Фреймворки Которые Позволяют Существенно Упростить Разработку Надо Понимать Что Вот Я Себе Сделал Наггет Пакет Вы Можете Взять За Основу Или Сделать Себе Что Подобное Заново Адаптирован Непосредственно Для Вас Можете Использовать Другие Паттерны Для Реализации Например Секюр Си Или Еще Какие Есть Можете Вообще Абстрагироваться От Моего Подхода Который Описан В одном Из Видео Архитектура Приложений Вот То есть Есть Подход Для Энтерпрайз Реализации Называется Клин Господи Забыл Как Называется Клин Архитектура То есть Чистая Архитектура То есть На самом деле Прошло Там Более Пятидесяти Лет С тех пор Когда Вообще Все Это Началось Началось Это Очень Давно Там Семьдесят Каком-то Году То есть Трансформация Фреймворков Она Фреймворков Архитектур Она Менялась Дорабатывалась Ну Суть Всегда Сводилась В том Что Есть Допустим Клин Архитектура А да Правильно Называется Клин Архитектура Она Сводилась К тому Что Не надо Брать Самую Сложную В зависимости От того Какая У вас Реализация Есть Будет Или Предполагается Или На текущий Момент Не надо Забегать Вперед Я Понимаю Что Придется Делать Большой Рефакторинг Но В том Смысле Что Если У вас Бизнес Логика Бизнес Правила Усложняются Сразу Писать Сложную Логику Под Клин Архитектура Нет Смысла Никакого Возьмите Более Простую Какой-то ViewModel Я не знаю Просто МВС Без всяких Наворотов Ну да Сделайте Заработало Отлично Есть Какие-то Нововведения Нужно Начальство Перед этим Ставить В известность Что Вот это Вот это Вот это Было Реализовано Так Вот так Потому Что Вот это Не нужно Вот это Потребуется Потом В общем Я думаю Что Вы меня Поняли И Наверное На этом Все Я считаю Что Серия Наша Закончена Больше Мне Показывать Нечего Если Опять же Появятся У вас Какие-то Вопросы То Я Соответственно Обязательно На них Отвечу Субтитры Субтитры Субтитры